Дом на Шукшуна-2. Шесть лет украшают не глумбые цветы, а глубокие дорожные ямы. Автомобилисты разбивают здесь подвеску, таксисты элементарно отказываются сюда заезжать. Терпению жильцов пришел конец, и они заделали ямы сами. Про жильцов этого дома можно смело говорить. Накипело в социальных сетях, их уже крестили не иначе, как герои. В минувшие выходные вместо дачного отдыха мужчины взяли в руки лопаты, закупили щебень и пошли латать яму у себя во дворе. Вот эти все ямы были по щиколотку. Мы сколько лет воролись и ничего. Но наши мужики собрались и все, и сделали сами. Ужасно было дорогой. Спасибо ребятам, что это инициаторы, сами сложились с деньгами. Автомобилисты. Как вы здесь ходили? Ну как ходили? Старались около дома идти, потому что если дождь прошел, то здесь ходить невозможно. Здесь лужа, там грязь, и получается, что ходить никак. Поэтому мы только поддерживали. Я, например, лично помогала машины, не пускала. В управляющей компании, обслуживающий дом, нам пояснили, что на ремонт дорожных ям жильцы не скидывались. Деньги на ремонт заложены в графу общедомовые нужды. А вот там, что в выходные такая информация прошла, что это сами собственники сделали, нет. Там подрядная организация. Они просто привели свою подрядную организацию. Вот и все. Мы локальную смету согласовали. Сейчас они подпишут собственниками, что они работы выполнили, и мы эту сумму оплатим. А по поводу более своевременного ремонта ям нам пояснили, что были первоочередные нужды дома. Ямочный ремонт выбрали жильцы лишь в этом году. Кстати, многоквартирный дом на Шукшина, который худо-бедно, но подлатали, окружен многоэтажками, где ямы представлены во всей красе. Чтобы ремонтные бригады дошли до этих дворов, нужно проявить инициативу, советуют юристы. Можно пожаловаться в органы жилищного надзора, и, соответственно, они, скорее всего, обратят на это внимание, внесут предписание, представление, которое будет обязательно для управляющей компании. Кстати, в следующем году двор на Шукшина-2 отремонтируют по программе «Комфортная городская среда». Но жители вновь не готовы ждать, и уже на этой неделе планируют собственными силами залатать разбитую парковку в своем дворе. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком.